ВИБОР СОФИ Памяти моего отца. ВИБОР СОФИ Памяти моего отца. ВИБОР СОФИ Памяти моего отца. ВИБОР СОФИ Памяти моего. Памяти моего отца. ВИБОР СОФИ Памяти моего. Памяти моего отца. Памяти моего отца. отчего меня вскоре и прозвали Стинки, иными словами, Вонючкой. Но шли годы, время делало своё дело, да и привычки мои радикально изменились. Собственно, меня до того застыдили, что я стал архичистюлей. Так что начала исчезать необходимость в таком режущем слух прозвище, и оно превратилось в более приятное или хотя бы менее неприятное — Стинго или Язвина. После тридцати я каким-то таинственным образом расстался с Язвиной. Прозвище это исчезло из моей жизни, словно растворилось в тумане, и я не жалел об утрате. Но в ту пору, о которой я пишу, я всё ещё был Язвиной. Если читатель, однако, удивится, не найдя этого имени в начале повествования, пусть он учтёт, что я описываю тот грустный, одинокий период моей жизни, когда я, подобно свихнувшемуся отшельнику в горной пещере, отгородился от всего мира и ко мне вообще редко кто обращался. Я был рад, что лишился работы, первой и единственной в моей жизни работы за жалование, если не считать службы в армии. Хотя её потеря основательно подорвала мою и без того скромную платёжеспособность. К тому же, я думаю, мне полезно было так рано понять, что я никогда и нигде не смогу удовлетворить требованиям, предъявляемым чиновнику. Учитывая то, как я жаждал получить это место, я, надо сказать, сам удивился чувству облегчения, и даже радости, с каким воспринял своё увольнение всего пять месяцев спустя. В 1947 году работу найти было трудно, особенно в издательстве, а мне посчастливилось получить место в одном из крупнейших издательств в качестве младшего редактора, эвфемизм, обозначающий человека, читающего рукописи. В ту пору, когда доллар имел большую ценность, чем теперь, условия найма определял хозяин, что и явствует из моего жалования — сорок долларов в неделю. После вычета налогов вознаграждение за мои труды составляло на худо-сочном голубом чеке, который каждую пятницу приносила мне маленькая горбуния-расчётчица, немногим более девяносто центов в час. Меня ничуть не возмущало, что один из самых влиятельных и богатых издателей мира платил своим сотрудникам столь мизерное жалование. Молодой и полный жизненных сил, я смотрел на свою работу, ну, по крайней мере, в самом начале, как на нечто возвышенное, а кроме того, в качестве компенсации ждал от неё немало пленительных минут. Обеды в ресторане «Двадцать один», ужины с Джоном О'Харой, встречи с самоуверенными и блестящими, но плотоядными писательницами, которые будут таять от моей редакторской проницательности, ну и так далее. Однако вскоре выяснилось, что ничего этого нет и в помине. Во-первых, хотя издательство, процветавшее главным образом за счёт выпуска учебников, промышленных справочников и десятка технических журналов, охватывающих столь разнообразные и таинственные области знания, как свиноводство или похоронное дело или штампованные пластмассы, наряду с этим печатал и романы, и публицистику, для чего и требовались молодые стилисты вроде меня. Список его авторов едва ли мог привлечь внимание человека, серьёзно интересующегося литературой. Так, например, к моменту моего поступления, наиболее известными писателями, которых рекламировало издательство, были «Отставной адмирал», ветеран Второй мировой войны, и бывший коммунист-осведомитель с чрезвычайно раздутой репутацией, создавший с чьей-то помощью свою «Меокульпа». Здесь покаянная исповедь. Сочинение, прочно занимавшее место в середине списка бестселлеров. Писатели, чьё имя могло бы стоять в одном ряду с Джоном О'Харрой, там не было и в помине, поклонялся-то я более прославленным литераторам, но О'Хара, как мне казалось, был писателем того типа, с которым молодой редактор мог пойти в ресторан или напиться. А кроме того, уж больно угнетала меня нудота, которой я занимался. В ту пору МакГроу Хилл Энд Компани, а я работал именно там, не блистало литературными шедеврами. Оно так долго и так успешно занималось выпуском технических трудов, что небольшой отдел художественной литературы, где я трудился и где мы стремились дотянуться до уровня издательств Скрибнер или НОПФ, считался этаким пустяковым придатком. Совсем как если бы крупные универмаги, вроде Монгомери Уорд или Мастерс, обнаглев, вздумали открыть у себя салон по продаже изделий из норки и шиншиллы, хотя все знали бы, что это крашеный японский бобер. Итак, будучи работягой, находившимся на самой низшей ступени служебной лестницы, я не только не допускался к чтению более или менее добротных рукописей, но вынужден был ежедневно продираться сквозь дебри билетристики и публицистики наискромнейшего качества. Листая кипы залитой кофе, замусоленной дешевой бумаги, чей засаленный и потрепанный вид громогласно возвещала глубиня отчаяния автора или литературного агента, и о том, что издательство «Макгроу Хилл» — его последняя надежда. Но в моем возрасте, да еще когда моя тупая башка была забита английской литературой, я был столь же непреклонно требователен, как Мэтью Арнольд, считая, что письменное слово должно нести лишь предельно серьезные истины, и относился к этим жалким детищам тысяч неизвестных мне людей, в одиночестве вынашивавших свою хрупкую мечту, с высокомерной абстрактной ненавистью, какую питает обезьяна, к блохам, вылавливаемым в своей шерсти. Я был непреклонен, категоричен, беспощаден, нетерпим. Сидя в своей стеклянной клетушке на двадцатом этаже здания «Макгроу Хилл», архитектурно внушительный, но производящий удручающее впечатление зеленой башни на сорок седьмой улице западной стороны Нью-Йорка. Я направлял все свое презрение, какое может возникнуть лишь у человека, только что закончившего чтение семи типов двусмысленности, накипы рукописей, уныло громоздившихся на моем столе и такие невероятно тяжелые, от вложенных в них надежд и хромающего синтаксиса. Я должен был дать достаточно подробное описание каждого произведения, независимо от его качества. Сначала я получал от этого истинное удовольствие и от души наслаждался, лихо разнося в пух и прах и умерщвляя рукописи одну за другой. Но через какое-то время их неизменная посредственность стала приедаться. Мне надоело однообразие моей работы, надоело курить сигарету за сигаретой, смотреть на подернутый смогом Манхэттен и выдавать бессердечные отзывы вроде вот этого, который я сохранил в память о том, иссушающем душу, удручающем времени. Привожу его здесь дословно, без всякой редактуры. «Высоко растет морская трава» Эдмония Краус Бирстиккер Роман Любовь и смерть среди дюн и кустиков клюквы в южном Нью-Джерси Молодой герой, Уиллард Стреттуэй, наследник огромного состояния, нажитого на упаковке клюквы, недавно окончивший Принстонский университет, отчаянно влюбляется в Рамону Блейн, дочь Эзры Блейна, закоренелого левака и организатора забастовки среди сборщиков клюквы. Сюжет весьма запутан и остроумно построен. Существенную роль в нем играет заговор, устроенный Брэндоном Стреттуэем, всемогущим отцом Уилларда, с целью ликвидировать старика Эзру, чей отвратительно изуродованный труп действительно находит однажды утром в клюквоуборочной машине. Это приводит почти к разрыву между Уиллардом, а он поразительно красиво по-принстонски держит голову чуть на бок и отличается изрядной грациозностью хищника и безутешной Рамоной, чье хрупкое стройное тело не в силах скрыть сладострасную негу, таящуюся внутри. Я вывожу эти слова с таким ужасом, что могу лишь сказать, худшего романа еще не написали ни женщина, ни зверь, отклонить с наивозможнейшей быстротой. Ах, до чего же умный, до чего высокомерный молодой человек! Как же я злорадствовал и хихикал, потрошая этих беспомощных, бесправных, полуграмотных ягнят! Не боялся я и легонько ткнуть под ребро МакГроу Хилл с его склонностью публиковать всякую забавную дрянь, отрывки из которой печатал за солидный аванс Ридерс Дайджест, хотя мои издевки, наверное, и способствовали моему падению. Женка-водопроводчика Одри Уэйнрайт Смайли Публицистика Единственное, что говорит в пользу данного произведения, его название достаточно завлекательное и вульгарное, чтобы заинтересовать МакГроу Хилл. Автор «Женщина». Замужем, на что скромно намекает название книги, заводопроводчиком, с которым она живет в пригороде Вустера, штат Массачусетс. В этих безнадежно унылых, хотя авторы тужат, вызвать у читателя смех на каждой странице, безграмотных вымыслах, есть попытка романтизировать, по всей вероятности, жуткое существование, путем старательного сравнения комических превратностей своей домашней жизни с жизнью нейрохирурга. Подобно врачу, пишет автор, водопроводчика могут вызвать и ночью, и днем. Как и врач, водопроводчик выполняет сложную работу и постоянно соприкасается с микробами. И от обоих, когда они приходят домой, зачастую плохо пахнет. Уровень юмора наиболее ярко виден в названиях глав. Слово «пошлятина», пожалуй, слишком слабо, чтобы обрисовать его. Тра-та-та, тро-та-та, блондиночка в ванночку вошла. Дренаж нервов. Дренаж, ясно? Когда спускают воду, набросок в коричневых тонах и так далее. Рукопись поступила предельно грязная, с загнутыми страницами, побывав, о чем сообщает автор в сопроводительном письме, в издательствах Harper, Simon & Schuster, Knopf, Random House, Morro, Holt, Messner, William Sloan, Reinhardt и восьми других. В этом же письме автор указывает, что она в полном отчаянии из-за того, что происходит с рукописью, в которой вся ее жизнь. И, я не шучу, далее следует завуалированная угроза покончить с собой. Мне не хотелось бы являться причиной чьей-то смерти, но данная рукопись никогда не должна быть опубликована. Это абсолютный императив. Отклонить. И почему я должен читать такое дерьмо?